Добрый вечер, как всегда, в этот день и в этот час на телеканале «Вариант» программа «Врач на дом». Как всегда, мы будем говорить о том, что интересует и беспокоит жителей 33-го региона, и, разумеется, отдельно взятого города Владимира. В сегодняшней программе, как всегда, пойдет речь о здоровье. У нас в гостях заведующий отделением урологии областной клинической больницы Олег Феденов. Олег Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Олег Вячеславович, для начала предлагаю рассказать, пояснить нашим телезрителям, что же такое урология, за что отвечает, что врачует врач-уролог. Специальность урологии включает в себя лечение заболеваний мочевыводящих путей мужчин и женщин, а также лечение заболеваний андрологических органов у мужчин, в частности, предстательной железы, органов мошонки, яичек полового члена, эректильные функции. Ну и достаточно узко врачи-андрологи у нас занимаются репродуктивной функцией мужчины. Ну, то есть, достаточно такая деликатная сфера, скажем так. Очень деликатная, ну и, в принципе, понимаете, сейчас урология, это, как вам сказать, это можно обрисовать нашу урологию или сравнить ее, примерно, с автосервисом, да, где все имеют дипломы автослесаря, но каждый занимается, в принципе, своим делом. Кто-то занимается лечением двигателя, кто-то покраской машины, кто-то занимается ходовой частью, вот также в урологии, кто-то занимается узкоандрологическими проблемами, кто-то занимается узкомочекаменной болезнью, кто-то занимается урогинекологией, непосредственными урологическими заболеваниями у женщин. Ну и, в принципе, классическую урологию, конечно, должны знать все. Замечательно. И в этой связи предлагаю, если вы не изражаете, обозначить, ну, наверное, самые распространенные заболевания, с которыми обращаются к урологам. Ну, как традиционно, самыми распространенными заболеваниями урологии являются мочекаменная болезнь, доброкачественная гиперплазия и предстательные железы у мужчин. На третьем месте стоят воспалительные заболевания мочевыводящих путей и у мужчин, и у женщин. Ну, а далее идут уже более, то есть менее распространенные заболевания. Это лечение врожденных аномалий, лечение последствий воспалительных заболеваний, лечение последствий даже наших оперативных когда-то вмешательств, которые могут приводить к патологии мочевыводящих урогнов. Вот вы знаете, если смотреть, скажем так, федеральные каналы, постоянно почему-то возникает мысль, что урология, скажем так, ну, наверное, на первом месте по популярности у производителей различных лекарственных препаратов и БАДов. Почему я это говорю? Потому что хочешь, не хочешь, но все запомнишь. Съел пилюлю и будешь, ну, практически как новый. Рекомендуют чуть ли не горстями. Вот что вы скажете на сей счет относительно всех этих препаратов, которые рекламируются? Потому что, ну, вдруг человек просто снялась тема, как мы уже говорили, деликатная, обратиться к врачу и думать, да, вот так я сейчас проглочу-ка я вот хапочку таблеточек-то, и все будет у меня в порядке. Вот что вы скажете на сей счет? Вы знаете, Сергей, если подойти к этому вопросу многогранно, то, наверное, мы начнем с того, что урология – специальность, в которой врачи должны быть не только специалистами-урологами, но и в какой-то степени и гастроэнтерологами, и невропатологами, и гинекологами, и проктологами, и даже порой и психологами. Наши органы, они по этажам распространенности находятся, начиная вот от неочевидного отростка и заканчивая, можно сказать, серединой бедра. А в этих анатомических областях практически есть все органы, тех заболеваний, о которых лечат перечисленные мной врачи. Поэтому, естественно, как и на федеральных каналах, может быть, и в нашей врачебной практике, урологическая специальность на слуху. И порой нам приходится провести диагноз между большим количеством патологических изменений и заболеваний, чтобы найти именно наше и правильно назначить лечение, либо отвергнуть наше заболевание и правильно направить пациента к тому доктору, который займется непосредственно узким лечением того, что нужно лечить. Если говорить о рекламе лекарственных препаратов, то реклама лекарственных препаратов в России запрещена. И в основном идет реклама биологически активных добавок. Плохо они не сделают. Но лучше бы, конечно, прежде чем бросаться в аптеку, покупать, опираясь на рекламированный препарат, покупать его непосредственно в аптеке и начать принимать, все-таки нужно проконсультироваться с врачом. Не так все препараты показаны широко, и не каждому они подойдут в его ситуации. Хотя, если биологически активные добавки сделаны на солидном предприятии, которое имеет вес, то, в принципе, мы никогда не против добавки к лечению именно этих биологически активных препаратов. Потому что в основном они содержат растительное сырье. А растительное сырье – это та же фитотерапия, которой занимались еще в стародавние времена. Но в любом случае лучше проконсультироваться. Да. Прежде чем, скажем так, готовясь к эфиру, я, разумеется, если можно так выразиться, посмотрел перечень тех болезней, которые, вот вы в общей читах назвали, да, которые наиболее, может быть, распространены, ну, если верить, собственно говоря, источникам открытым. Вот, допустим, та же аденомопростата. Аденомопростата. Насколько мне известно, что сейчас урология, как вся медицина, собственно говоря, шагнула вперед, и человеку, если раньше это был, ну, если не приговор, то как минимум неудобство на многие-многие годы жизни, я имею в виду, так называемая стома, выведенная наружу, то сейчас, насколько мне известно, существуют методы, которые могут позволить человеку вылечиться и, собственно говоря, жить комфортно после этого диагноза. Ну, если мы коснемся аденомопростательной железы, во-первых, на сегодняшний день на рынке очень много лекарственных препаратов появилось, которые улучшают качество мочеиспускания, а тем самым улучшают качество жизни пациентов. И чтобы пациента прооперировать с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, мы должны иметь 5 абсолютных показаний. Если раньше приходили пациенты, говорили, вот у меня есть аденомопростательная железа, я там стою мочиться ночью часто, у меня напор струи стал слабеньким, у нас не было такого арсенала консервативного лечения, потому что те препараты, которые были, они обладали очень большой кучей побочных эффектов, и пациенты просто переставали их принимать, потому что у кого-то падало давление, кто-то не мог работать, кто-то не мог жить нормальной жизнью, то на сегодняшний момент первая линия терапии – это консервативная терапия, если пациент обращается с какими-то симптомами нижних мочевых путей. Если консервативная терапия не помогает, идет прогрессивное ухудшение мочеиспускания, тем самым появляется нарушение функций почек, приводящие порой к почечной недостаточности, или наступает у пациента острая задержка мочи, которая приводит к установке цистостома, что для пациента практически считается катастрофой, тогда уже вопрос решается об оперативном лечении. Да, мы уже уходим от классической аденомоктомии с разрезом, и эта тенденция идет уже не менее чем 10 лет, все больше и больше эндоскопических вмешательств с использованием различных энергий, и электрической энергии, и плазменной энергии, и в последнее время даже уже большие объемы предстоятельной железы оперируются лазерными технологиями. Поэтому на месте не стоит медицинская наука, и тем самым медицинская практика. В последние годы появился тоже очень достаточно такой малоинвазивный, но высокоэффективный метод, когда практически вообще ни одного разреза не делается, а делается пункция артерии, бедренной, к примеру, и специальными катетерами тонкими. Подходим к артериям предстоятельной железы, вводим туда специальные эмбулы, и аденом предстоятельной железы, переставая питаться, она уменьшается, склерозируется, тем самым открываются мочеиспускательные каналы, пациенты начинают мочиться сами, без всяких операций. Есть и такие методы. То есть, по большому счету, медицинская наука, медицинское оборудование, оно позволяет сейчас людям в кратчайшие сроки, и, соответственно, как я понимаю, наименее безболезненно проводить все эти операции. Ну, то есть, конечно, уменьшаются сроки пребывания в стационаре, уменьшается сама травматичность, которая раньше была достаточно большой, требовала длительного пребывания пациента в стационаре, большого объема лекарственных средств, обезболивающих, антибактериальной терапии. А на сегодняшний момент, используя вот эти новые методы, значительно укорачивается пребывание пациента в стационаре, уменьшается количество используемых лекарственных препаратов, и пациент, как объяснить, наверное, лучше сказать, более короткие сроки возвращается к нормальной жизни. Также я, готовясь к программе, обратил внимание на то, что мочекаменная болезнь достаточно, ну, если не серьезная проблема, но часто встречающаяся заболевания, скажем так, как у мужчин, так и у женщин. Вот, хотелось бы понять, насколько она лечится, насколько она опасна, и, собственно говоря, что надо сделать для того, чтобы ее не было. Потому что, как вот, опять же, читая отзывы людей и так далее, они говорили, что, ну, достаточно серьезные болевые синдромы во время приступов этой болезни. Вы знаете, мочекаменная болезнь, сама по себе, это болезнь обмена веществ. Только примерно около 10-15% заболеваний почек приводит к мочекаменной болезни. Но все остальное связано с питанием, с потреблением жидкости, с регионом проживания, даже так. У нас же есть районы в области, в которых мочекаменная болезнь достаточно мало встречается, а есть районы, из которых пациенты поступают в большом количестве смочекаменной болезни. А можно привести пример? В частности, ее и в Польский район, Суздальский район, Судогодский район. Это вот как раз пациенты встречаются с такой болезнью, да? Очень часто встречаются. А где наименее часто? Вы знаете, может быть, наименее часто, наименее часто, мне кажется, все-таки это из Везняковского района не так часто поступают, из Меленковского района. В общем, качество воды? Может быть, может быть. Ну, понимаете, ситуация ведь сложна еще тем, что у нас практически в половине районов урологов вообще нет даже на приеме. Настолько просто стоит проблема кадров? Ну, стоит проблема кадров, молодежь не хочет ехать на село работать. Поэтому проблемы имеются, имеются в узких специалистах. И районы, как раз вот эти, которые дальние у нас, Горховец, Вязники, Меленки, вот. Потом Судогодский район, Кольчугинский район. Ну, Кольчугинский, понятно. Камешковский. Ну, много пациентов, да. И отток кадров, и пациенты тоже убегают туда, где, ну, более, может быть, развита медицинская аппаратура, где можно побыстрее помощь получить. Насколько я знаю, вы не только заведующий отделением урологии областной клинической больницы, но и главный внештатный специалист департамента здравоохранения. Скажем так, главный уролог области, будем коротко говорить. Ну, да. И вам, как, скажем так, главному специалисту, здесь, наверное, приходится поломать голову о наполнении кадров. Вы знаете, да, вопрос об этом стоит. Вот. И стараемся обращаться в институты близлежащие, на кафедры, при возможности, чтобы, когда приходят клинические ординаторы, чтобы все-таки имели в виду то, что ближайшая соседняя область нуждается в кадрах урологических. Ну, у нас, как я знаю, в соседних областях, Акады Иванская, прежде всего, Рязанская, Нижегородская, там же есть медицинская академия. Ну, вот с этими академиями стараемся по возможности работать и не приглашать, а, по крайней мере, делать заявки для того, чтобы эти медицинские академии присылали нам молодые кадры. Получается договориться? Договориться получается, а вот с кадрами не совсем. Ну, будем надеяться, что все это у нас, все-таки наладится. И перейдем, наверное, от проблем кадров и опять к проблеме здоровья. Вы знаете, вот мы говорили о самых, ну, скажем так, распространенных заболеваниях. И хотелось бы понять, передаются ли заболевания по наследству, в частности, урологические? Потому что, ведь говорят, что, допустим, ну, различные болезни, та же гипертония и там все, что угодно, они передаются по наследству. То есть, есть предрасположенность на генном уровне, в нашем случае. Вы знаете, урологических заболеваний не очень много, которые передаются по наследству. В частности, по наследству может передаваться мочекаменная болезнь. Но, опять же, это не сама болезнь передается, а передаются элементы нарушения обмена веществ, приводящие к мочекаменной болезни. Передаются кистозные заболевания почек, могут передаваться такие заболевания, как поликистоз, мультикистоз. В частности, если говорить об онкологических заболеваниях, тоже есть корреляция небольшая, небольшая, не у каждого первого, второго. Но, если в поколении определенной семьи часто встречается онкологическое заболевание, не только урологическое, а, может быть, и других органов, то у таких пациентов есть риск развития онкозаболевания. Если говорить об онкозаболеваниях урологической направленности, достаточно сложно их диагностировать и, скажем так, вылечить традиционным способом? На сегодняшний момент, если пациенты думают о своем здоровье и относятся к диспансеризации не как, скажем так, вот нас гонят из-под палки, надо пройти, надо вот одни ночи на работу могут не допустить, вот эту, то они, конечно, могут попасть уже к врачам запущенной стадии заболевания. Если люди думают о своем здоровье и стараются пойти к врачу, даже если их ничего не беспокоит, банальное УЗИ обследования может выявить онкозаболевание, по крайней мере, наших органов, в частности, почки, даже на первой стадии. А это на сегодняшний момент радикально излечивается. То есть, в принципе, самое главное, не запускать себя и обращаться к доктору вовремя, да? Ну, не то, что не запускать себя, а даже если что-то не беспокоит тебя, хотя бы после 30 лет, хотя бы один раз, но сделать УЗИ. Потому что болезни молодеют, и в моей практике, и в практике наших других врачей встречаются уже онкологические заболевания у 20-летних пациентов. То есть, вы хотите сказать, что человеку уже надо, условно говоря, там с 20, с 30 лет систематически и углубленно обследоваться, в том числе и у врача-уролога? Я думаю, что, по крайней мере, после 20 лет, хотя бы раз в 5 лет проходить УЗИ исследования. Я, откровенно говоря, вот знаете, сразу мысль приходит, ну, после 20 лет, наверное, вот в 20 лет как-то мы, ну, по крайней мере, вот наше поколение, оно как-то так относилось к медицине весьма и весьма так поверхностно. Да что там, вся жизнь впереди, я еще молод, юный, все будет замечательно. Ведь всегда же раньше говорили, что после 40, да, более внимательно присматриваясь, а ведь с 20 до 40 еще, ох! К сожалению, к сожалению, сейчас эта тенденция меняется в сторону омолаживания заболеваний. Конечно, это связано и с нашей экологией, это связано с гиподинамией, это связано с развитием телевизионных, телетехнологий, да. Мы же с вами практически носим в карманах в наших ни одну электромагнитную станцию. Сейчас же посмотрим, молодежь, 2-3 гаджета на руках. Ну да. А это мини-электромагнитная станция. То есть вы хотите сказать, что и это влияет на здоровье? Это может влиять на здоровье. Потом наша психологическая нагрузка, да, вот этот поток большой информации, поток большой информации в интернете, где она не отклассифицирована. Там же вот, я называю интернет «большая помойка» просто. Ну, вы знаете, браво больше учить? Вот. А найти, отличить зерна от плевел очень сложно. Вот. Потом наши молодые пациенты, да, вот на сегодняшний момент, вот в этом большом потоке информации, не ориентируясь, начинают теряться. Что такое потеряться молодому человеку? Это впасть в депрессию. Это получить какое-то психологическое, не психиатрическое, психологическое заболевание. Вот на последнем конгрессе, на котором я был, у нас ежегодно проводится конгресс российского общества урологов, и был на секции врачей-сексологов, которые занимаются психологическими аспектами, эректильная дисфункция. И когда я услышал фразу, что 80-85% эректильной дисфункции у молодых людей, там, с 20 до 30 лет, это психогенный факт. Вы представляете? То есть болячка сидит в голове? Ну, скажем так, да. Или тот процесс, который сидит в голове, не дает нормально развиваться эректильной функции пациента. Да. Я предлагаю прервать нашу программу. Наш эфир продолжит рубрика «Будь здоров!» Как сохранить здоровье и красоту зубов, расскажут специалисты клиники семейной медицины здравия. Современная стоматология позволяет решить любые проблемы, связанные с отсутствием или разрушением зубов. Какой способ восстановления лучше – протезирование или имплантация? Спросим об этом специалистов. В клинике здравия оказывается весь спектр услуг по несъемному и съемному протезированию. Несъемные конструкции применяются для восстановления разрушенных зубов и частичного их отсутствия, при наличии опор зубов, на которые может встать мостик. Изготавливаются такие конструкции из разных материалов. Самые долговечные – эстетичные – из диоксида циркония безметалловой керамики. Самые распространенные – из металлокерамики. Самые бюджетные – литые штампованные – из сплавов металла. Съемные протезы применяются, когда есть противопоказания к несъемному протезированию. Какой бы вариант конструкции ни существовал, мы убеждены в том, что подход при их изготовлении должен быть системным. Это означает, что конструкции должны быть не только высокоэстетичными, но и максимально функциональными. Для этого надо учитывать работу мышц и суставов. Ведь наши зубы и мышцы с суставами составляют единый комплекс, где прослеживается четкая взаимосвязь. В своей работе мы не надеемся на чудо. Мы руководствуемся четкой диагностикой и последовательной работой. А это и есть системный подход, который позволяет добиться хорошего результата. Для достижения оптимального результата в клинике здравия имеется комплекс уникальных средств для диагностики и лечения, одним из которых является артикулятор – прибор, предназначенный для имитации движений нижней челюсти. Результаты обследований клиника передает в ведущие лаборатории Москвы и Нижнего Новгорода. Именно там зубные техники на ультрасовременном оборудовании изготавливают ортопедические конструкции для пациентов клиники. В имплантации, в отличие от протезирования, не затрагиваются соседние зубы. Это самый современный метод протезирования, в котором коронка опирается на титановое основание, заменяющее корень зуба. В клинике работают четыре имплантолога. Они проводят классическую компрессионную имплантацию. Последняя позволяет провести операцию даже при выраженном дефиците костной ткани, без дополнительных операций по наращиванию кости, что позволяет помочь пациентам, которые уже отчаялись решить свои проблемы с зубами. А вот подойдет ли имплантация для каждого пациента? Дентальная имплантация не имеет абсолютных противопоказаний. Однако есть ряд заболеваний, включая сахарный диабет, при котором вопрос о проведении имплантации решается индивидуально по результатам дополнительных исследований. В клинике Здравия проводятся самые сложные хирургические и ортопедические манипуляции, в том числе восстановление зубного ряда при полном отсутствии зубов. Стоматологи клиники Здравия устанавливают импланты разных производителей, от бюджетных корейских до элитных немецких. При этом каждый протез имеет пожизненную гарантию от производителя. Клиника приглашает всех жителей Владимира на прием. Продолжается программа «Врач на дом» на телеканале «Вариант». По-прежнему у нас в гостях Олег Вячеславович Федин, заведующий отделением урологии областной клинической больницы и одновременно главный уролог Владимирской области. Разумеется, тема урологии, болезни связанные, урологические болезни и, соответственно, их лечение. Олег Вячеславович, я предлагаю перейти к полипредметам. В частности. В частности, да. В каких случаях человеку обязательно нужно обратиться к урологу? При каком дискомфорте? Сергей, знаете, мне кажется, нужно начать с того, что если у пациента появились боли в поясничной области, ближе к ребам, то есть в высоких отделах поясничной области, которые иродируют или отдают в паховые области, в мошонку, в яичко. Если у пациента появился какой-то дискомфорт при мочеиспускании, то есть идет ослабление напора мочеиспускания, появляется боли и рези при мочеиспускании, а тем паче, если вдруг у пациента увидели кровь в моче или окрашивание какой-то розовый цвет, то обязательно нужно будет обратиться к урологу. Потом, кстати, в частности у женщин, да, пожилого возраста появляются симптомы нижних мочевых путей в виде гиперактивного мочевого пузыря или теряемой мочи при кашле, чихании, физической нагрузке, то не надо бегать куда-то далеко, искать там причины. Лучше обратиться к урологу, потому что это могут быть появления старения организма, который на сегодняшний момент очень достаточно хорошо лечится. – Извините, я вот знаю, что в урологии существует некая сезонность, и ваши коллеги, в частности, говорили, что с наступлением прохладных денечков количество койко-мест в отделениях урологии уменьшается резко и приходится порой даже в коридоре больных размещать. Так ли это и в связи с чем это связано? – Ну, по крайней мере, так как мы говорили уже, что воспалительные заболевания органов мочевого деления стоят на третьем месте после мочекаменной, аденомопредстрательной железы, то естественная сезонность играет так же, как и при заболеваниях органов дыхания, лорзаболеваниях. Сезонность имеет свою определенную роль, потому что люди начинают переохлаждаться, иммунитет уходит. Естественно, это хроническая инфекция, которая присутствует практически у нас не инфекция, а бактерия. У нас нет ни одного стерильного органа в организме, здесь есть бактерия. Но в этот момент, когда идет межсезоние, идет ослабление организма, снижение иммунитета, эта инфекция может активизироваться и вызывать воспалительный процесс, ну, по крайней мере, наших мочевыводящих путях. Я знаю, что врачи-урологи порой говорят, что как раз вот именно в период холодов, скажем так, ну, если не львиная доля, то достаточно часто попадают к докторам дамы. Дамы, да, попадают часто достаточно. Ну, они попадают с как, с такой небанальным заболеванием, да, о которой общепринято название, там, цистит. Я уже объяснял, почему это. Идет снижение иммунитета. У женщин, у женщин в мочевом пузыре, как я уже говорил, стерильных органов нет. И у них, в силу их анатомических особенностей, у женщин практически от 80 до 95 процентов мочевом пузыре проживает кишечная палочка. Но не у всех она вызывает поголовный цистит, и не у всех вызывает рецидивирующее течение этого заболевания. По крайней мере, по крайней мере, в своей практике я заметил у ослабленных пациенток, имеющих сопутствующие какие-то заболевания, которые приводят к снижению защитных сил организмов, рецидивирование, обострение заболевания в холодное время года идет намного чаще, чем у женщин, занимающихся спортом, активным образом жизни. Поэтому сезонность, она, скорее всего, все-таки связана непосредственно с нашими внутренними защитными силами. Понятно. Хотелось бы обсудить возможности возглавляемого вами урологического отделения, то есть методы лечения, насколько они современные, насколько современным оборудованием, если оно есть, оснащено отделение. Ну, я, наверное, скажу так, что в нашем отделении все врачи, которые работают, по крайней мере, они в совершенстве знают классическую урологию. Ту урологию, которую обучали когда-то меня, и та урология, которая может в любой момент, не имея под рукой эндоскопов, не имея под рукой какого-то высокотехнологичного оборудования, оказать помощь пациенту. Потому что все-таки нам приходится выезжать и по санавиации, в экстренных ситуациях. Такое случается? Ну, не сплошь и рядом, но по крайней мере, у нас выезды в районы есть и по ночам к тяжелым больным. И именно по санавиации, то есть именно вертолету? Нет, санавиации, вертолет у нас нет пока, но у нас есть отдел такой, как мы называем санавиации, оказание экстренной помощи. Есть современный автомобиль, современные газели, поступают вызов, звонок, и если нет возможности транспортировать пациента сюда в силу тяжести его состояния, мы выезжаем в район и проводим там операции. Часто проходят они по классическому сценарию. Поэтому этим надо владеть. Ну, это вот первое, что я хотел сказать. На сегодняшний день наше урологическое отделение достаточно оснащено современным оборудованием. Мы получили лапароскопическую стойку, получили инструменты для проведения операции без разреза путем пункции. Называется перкутанная хирургия, когда через прокол мы вводим эндоскоп в почку и занимаемся удалением камня из почки без всяких больших каких-то разрезов. Пока, конечно, мы на этапе освоения. Быстро это не делается. Но постараемся в кратчайшие сроки освоить эти методы, чтобы наши жители Владимирской области не уезжали за пределы нашей области, а получали высокотехнологичную помощь в нашем отделении. Мы получили, как я уже говорил, лапароскопическую стойку. И сейчас тоже осваиваем лапароскопические операции. В частности, достаточно распространены такие заболевания, как кисты почек больших размеров. Их можно оперировать лапароскопическим путем, тоже без больших разрезов. Несколько прокольчиков. Пациент на следующий день или пациент начинает вставать ходить и практически через день-два-три их можно отпускать на амбулаторное наблюдение. Лапароскопия сама по себе это не только кисты, не только какие-то маленькие операции. И сейчас лапароскопии делают даже пересадки почек, пересадки мочеточников, какие-то реконструктивно-пластические операции. Я думаю, что через какое-то время мы, ну, как я уже говорил, классические вот эти операции, связанные с реконструктивной урологией, мы освоили, мы владеем им, и пациенты у нас не разъезжаются куда-то далеко, как это было еще лет 15 назад. Вот. Но хочется, хочется, чтобы ушли эти большие разрезы, ушли, ушла длительность пребывания пациента в стационаре, чтобы даже после такой большой операции, там, через два-три дня уже мог вставать ходить. Поэтому оборудование осваивается, поступает, осваивается. Ну, есть понятие кривое обучение, никуда от нее не уйдешь. В любом лечебном учреждении, если поступает новое оборудование, врачи должны пройти эту кривую обучение. Вот. Мы стараемся связываться с нашими коллегами, которые уже владеют достаточно хорошо этими методами, чтобы нам подсказали нюансы, потому что без этого невозможно просто встать, к столу взять этот эндоскоп и сразу сделать хорошо. Это просто невозможно. Можно констатировать факт, что отделение урологии развивается и началось современное оборудование. Я почему, скажем так, немножечко это дело скомканно, почему? Потому что времени практически не остается. Я не могу не спросить в завершении нашей программы о профилактике заболеваемости. Что надо делать для того, чтобы все-таки урологических хвороб было меньше? Я думаю, чтобы, как и всех, наверное, хвороб, надо заниматься активно жизнью, заниматься спортом, закаливанием. Знаете, мне кажется, может быть даже сказать и определенным питанием, потому что, как я уже говорил ранее, мочекаменная болезнь – это обмен веществ. А то, что сейчас мы едим на бегу, перекусы, у нас нет регламента питания, мы не соблюдаем режим питания. Порой наша основная рекомендация даже при любой, хоть при мочекаменной болезни, хоть при других каких-то заболеваниях, достаточное потребление жидкости. Средний мировой стандарт рекомендации для потребления жидкости – 30 мл на килограмм веса. – В сутки? – В сутки. – Ну что ж, я надеюсь, каждый из наших зрителей, так же, как и ведущий, обязательно высчитаем этот стандарт и будем придерживаться его, будем придерживаться ваших рекомендаций. К великому сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мне остается напомнить, что у нас в гостях был Олег Вячеславович Федин, заведующий отделением урологии областной клинической больницы. Олег Вячеславович, спасибо вам огромное за интересную и познавательную беседу, в таких случаях я всегда говорю, за ликбез. И мне хочется верить, что после вашей, не побоюсь этого слова, лекции в прямом эфире, наши зрители будут более трепетно относиться к своему здоровью. Спасибо вам огромное. – Спасибо. – И всего вам доброго.